Учитывая, насколько далеко мы эволюционировали как вид, может быть очень трудно понять, почему одной только нашей решимости и силы воли не всегда достаточны для создания той жизни, которую мы хотим, и такого будущего, о котором мы мечтаем. У нас есть сознательный разум и подсознание, которое оперирует не одним и тем же типом логики. В нашем сознании мы создаем мысли и идеи, тогда как наше подсознание действует независимо, следуя программам и унаследованным отпечаткам. Несомненно, наиболее могущественным является наше подсознание. Это компьютер, содержащий огромное количество предварительно записанных файлов, которые готовы к активации, как только соответствующий стимул, раздражитель, нажимает на кнопку воспроизведения. Независимо от того, хотим ли мы изменить свою жизнь или улучшить свое здоровье, нам необходимо поднимать взаимосвязь между нашим сознанием, нашим подсознанием, нашим телом и окружающей средой. В природе каждое живое существо запрограммировано на выживание. Все происходящее с нами происходит не случайно. У него есть цель, и она соответствует законам природы. Итак, если у всего есть цель, мы можем спросить себя, есть ли цель у самой болезни, почему люди заболевают.